Одесская область присоединилась к всеукраинской акции «Урок справедливости», которую организовала Ассоциация судебного самоуправления. Теме юриспруденция. Особое внимание уделяют и в Международной академической школе Одесса. Ученики Машо, всесторонне образованные дети. Подробнее о уроке справедливости далее в сюжете. А вы на чьей стороне? В рамках всеукраинской акции в Международной академической школе провели урок справедливости для учеников четвертых классов. На протяжении 45 минут детям рассказывали, как правильно нужно решать конфликты. Стоит отметить, что в этот раз инициаторами внепрограммного обучения стали сами же родители. Руководство школы во главе с президентом инновационного учебного заведения Сергеем Киваловым их поддержало. Недавно к нам обратились родители четвертых классов. Оба родители практикующие юристы. Они пришли с наглядными пособиями, с видеопрезентацией, с подарками для детей и провели урок справедливости. Президент нашей школы Сергей Васильевич Кивалов очень много уделяет внимания подобным процессам и также очень часто коммуницирует с родителями на различные темы и он поддерживает любые подобные начинания. Ну и мы, конечно, со своей стороны уже сегодня воспитываем не только всесторонне развитых детей, но также юридически грамотных и подкованных людей. Урок организовали и провели родители учеников Международной академической школы Одесса, судья-спикер Одесского окружного административного суда и президент Украинской академии медиации. Они рассказывают, что очень важно воспитывать будущее поколение юридически грамотных людей, еще начиная со школьной скамьи. Эта идея належит Ассоциации судового самовредования Украины. Само они разработали соответствующую программу, чтобы за допомогою мультфильму діти могли понимать про миссию суду, про роль суду в нашему суспільстве. Таким чином, поддерживая как авторитет правосудия, так и вообще правосвідомость детей. Я вважаю, что такие заходы есть задоцельные, они есть корыстные. И что самое главное, что они проводятся не учителями школы, а саме безпосередньо правниками, которые на практике знают это, умеют, на своем прикладе смогут это показать. Помимо того, как устроена работа судов, школьникам также рассказали о работе медиатора. Дуже важливою є можливість донесения до детей информации о существовании медиации, как альтернативного способу регулирования спори, когда за допомогою медиатора, професійного переговорника, стороны могут достигнуть понимания, могут найти консенсус и мирно решить свой спор. И значение таких уроков для детей, оно очень важно, адже это про формирование культури мирного регулирования спори с дитинства. Суперечки, мы сьогодні мали возможность пересвідчить, они сопроводят нас с дитинства, и ось понимание про то, что есть эффективный, экологичный способ регулирования спорів, це є дуже важливим. Теорія без практики не всегда эффективна, а потому на уроки справедливости дети сами стали судьями и решали судьбы сказочных персонажей. А давайте теперь представим, что вы будете судьями, этими взрослыми людьми, которые могут рассудить спор. Попробуем? К нам приходил судья и вроде адвокаты. Они рассказывали нам, как правильно решаются вопросы в суде и как правильно, что не надо драться, что всегда лучше решать вопросы по договоренности. Мне очень понравилось, и я буду поступать в дальнейшем, только буду договариваться устно, я никак не теряться не буду. Нам показывали мультик проезжай и рака. У них был спор, что рак его постриг на лысо, и они пошли в суд. Нам рассказывали о справедливости, о суде, о судах и о мантиях, о суде. И, в общем-то, показывали мультик. Мы были судьями. Я бы хотела, чтобы у нас были такие уроки чаще, потому что я узнаю больше нового, и мне интересно. На уроках справедливости администрация Международной академической школы Одесса останавливаться не собирается. Родители учеников уже обратились с рядом предложений и инициатив. В планах также провести урок, касающийся аграрной сферы и других актуальных тем.